Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим один непростой инструмент для работы с базами данных. При первом взгляде кажется, что он нужен для визуализации баз данных, но на самом деле именно для работы и поэтому его можно назвать сложным. Инструмент называется табло, такой вот на французский манер. Я никогда не понимал, как из слова Pugiot может получиться Peugeot. Вот тут та же история. Инструмент не простой, как я уже сказал, но функционал в нем заложен весьма впечатляющий. Мы живем в эпоху бигдата, но мало кто осмелится к этим большим данным подступиться, не будучи программистом. А подступаться иногда необходимо. Вот например на сайте Transparency International выложили такую замечательную статью со списком нарушений при размещении госзакупок в Питере. И есть тут вот такая карта. И кажется, что для составления такой карты нужен штат сотрудников, которые будут анализировать данные и размещать их на карте. Да еще и пара разработчиков, чтобы это все оформить в интерактив, но нет. Достаточно приложения табло и нескольких дней на его изучение. Итак, мы скачали 14-дневный триал. Про цены позже, сначала посмотрим, что она умеет. Скачали, установили. Тут она просит зарегистрироваться, зашли. Нас встречает первый лист, но сначала нужно добавить базу данных — Data Source. И здесь представлены все виды баз данных, с которыми работает табло. Точнее все существующие базы данных, поскольку она работает, по-моему, со всем, что есть. Мне кажется, что нет того, чего табло не может открыть. Но мы остановимся на Microsoft Excel, самом простом. Можно открывать отсюда или просто перетащить в рабочую область из проводника. Вот я нашел какую-то базу данных по преступлениям, совершенным под наркотиками в каком-то штате США. Хотел найти что-то про нас, про родную Россию, но на сайте правительства, где заявлены наборы открытых баз данных, какой-то хаос и мрак. Я потратил часа полтора на поиски и ничего подходящего не нашел. Поэтому рассмотрим таблицу из некой гипотетической страны. А вот такое большое количество полей. Есть нули, незаполненные ячейки, это некая проблема, но об этом позже. В целом хорошая база, большая. И переходим на первый лист. Здесь все столбцы таблицы. Здесь меры, суммы, не знаю как назвать, некие относительные числовые значения. Пока не будем заострять на этом внимание, сделаем наконец что-нибудь. Итак, берем какой-нибудь показатель из мер. Самое простое, это количество строк. 5105. То есть такое количество преступлений было совершено всего за отчетный период. И посмотрим, как этот показатель менялся по годам. Параметр date он определил неверно, как слово, а это дата, и мы ему об этом скажем. А вот. Теперь это дата. И кидаем в графу колонки. И сразу же получаем вот такой график. Он выбирает представление, которое ему кажется оптимальным, но мы можем его изменить. Вариантов тут много. Но в целом шкала вполне подходит, разве что можно сделать ее вот такой, так красивее. В этом месте стоит ноль. Но это не значит, что не было преступления, а просто нет записи за этот период. Чтобы не путаться, мы это значение удалим. Исключим. Теперь график идеальный. А значение ноль у нас попало в фильтры. Сейчас ноль исключен. Если убрать эту галочку, то наоборот будет только одно значение ноль. Один график готов. Называем его график по годам. Открываем второй лист. То же самое. Общее количество, но теперь мы посмотрим, как разбиваются преступления по половому признаку. Опять же, есть пустые поля ноль и неизвестно. Мы их исключим, чтобы не мешались. В фильтры можно, например, закинуть значение и отсюда. Оно применится. И теперь, например, посмотрим, в каком возрасте были правонарушители. Берем age и кидаем вот сюда, в строки. Получаем, прямо скажем, некрасивую историю. Перенесем его лучше в колонки. Вот. И сделаем вот так. Уже лучше. Добавим еще label, то есть числовые значения и будет совсем хорошо. Можно остановиться. Это у нас возраст и пол. И откроем еще одну страницу, на которую вынесем градацию по расе. Тут ничего нового в целом нет. Все делается по аналогии. Разве что новой может оказаться информацией, что афроамериканцы, которые здесь названы Black, совершали преступления в разы меньше, чем белые. Ну и все. Теперь это можно кидать на доску, то есть составлять уже финальный отчет. К сожалению, программа настолько большая и сложная, что я никак не могу охватить ее не только в одном скринкасте, но и в десяти. То, что я показал, это настолько обзорно, что не показывает, мне кажется, и сотой части того, на что она способна. В оправдание себе в описании оставлю ссылку на серию уроков на русском. Уроки вроде вполне толковые, а просмотров мало. Заодно поддержите автора. И теперь по ценам. Вообще, так как программа разработана для крупных организаций, где нужна серьезная аналитика, цены весьма недемократичны. 70 долларов в месяц, то есть около 50 тысяч рублей в год. Это дорого. Но, как всегда, тут вас может выручить Тепло Диджитал. Программа технологической поддержки некоммерческих организаций. По программе Тепло Диджитал вы можете получить доступ к Табло за 4200 рублей. Причем даже не на год, а на два года. И не на одно устройство, а на два. Ссылку на Тепло Диджитал и на то, как им пользоваться, оставлю в описании. А вам желаю здравствуйте и тем, кто не был в отпуске, в него незамедлительно отправляться. Ну и естественно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok